В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. В начале выпуска коротко об основных событиях. В Ленинском городском округе состоялось торжественное открытие детских площадок, построенных в рамках губернаторской программы. Яркое, красивое, с удовольствием с детками будем ходить на эту площадку. Мусорные контейнеры переполнены. Каширский региональный оператор не выполняет свои обязанности. Естественно, весь этот негативный запах идет в квартиры. Просто невозможно. В Заревне-Горке прошли соревнования по автокроссу. В Московской области продолжается реализация губернаторской программы формирования современной комфортной городской среды, в рамках которой в муниципалитетах устанавливаются современные детские площадки. В Ленинском городском округе сегодня открылось несколько новых игровых зон для юных жителей. Как это было, расскажет Александр Столярова. В этом году в Ленинском округе по губернаторской программе было установлено четыре детские площадки. В поселке Развилка новую игровую зону ждали с нетерпением и, наконец, она наполнилась детским смехом. Поскольку рядом находится пруд, стиль площадки связан с водой. Теперь здесь каждый ребенок может почувствовать себя отважным мореходом или кровожадным пиратом. Но в морских баталиях никто не пострадает. Площадка покрыта резиновой крошкой. На открытие пришли около 20 мальчишек и девчонок. Именно им выпала честь перерезать атласную ленту. На праздники юных жителей поселка ждали конкурсы и настольные игры. Окунуться в детство решил и глава муниципалитета. Ну-ка, давай, покажи, как ты молодец. Молодец! Здорово! Попал? Здорово! Я могу сказать, что у нас в нашем детстве никогда таких площадок не было. И те площадки, которые сегодня по губернаторской программе строятся, ну это самое настоящее чудо для детей. Это их дом, их праздник сегодняшний. И я уверен, что здесь это место пустовать никогда не будет. Новое место отдыха – радость не только для детей, но и для их родителей. Оценить площадку пришла многодетная мама Ангелина Керопян. Игровая зона приятно удивила местную жительницу, а ее дети сразу протестировали горки, качели и паутинку. Здесь площадки никакой не было. Были какие-то останки от площадок старой. То есть небезопасная площадка была. Здесь было страшно с детками гулять. А сейчас все, я вижу, переобразилась. Яркая, красивая. С удовольствием с детками будем ходить на эту площадку. Мне понравилось тут то, что сначала этот самый вид – это один большой корабль. И тут есть много чего мест, которых я даже не узнал. Только сейчас понял. Мне площадка очень нравится. Новая, красивая, разные цвета. И мы с друзьями будем всегда приходить и играть. Водяной уехал, а дом остался. Еще одной точкой благоустройства стала детская площадка в Слободе. Ее оформили в сказочном стиле. Качели, оленький цветочек и комплекс «Дом Водяного» – такие игровые элементы ждут юных жителей на улице Надеждинской. Первой испытать детскую площадку пришла двухлетняя Катя со своей бабушкой Клавдии Луговской. Очень долго мы ждали эту площадку. Наконец-то дождались. Очень нравится нам. И деткам нравится. И теперь только на новую, на нашу площадку. Где наша новая площадка? Нам дядя построил. Очень нравится. Еще две площадки, установленные по губернаторской программе, находятся в деревне Мильково и на Малонагорной улице в Видном. И на этом благоустройство игровых территорий в округе не заканчивается. В данный момент, уже конец лета, мы начали ходить, встречаться с жителями. Сейчас порядка шести адресов обошли, собираем пожелания и будем формировать программу на следующий год. Муниципалитет растет. С каждым годом здесь появляются все новые юные жильцы. Поэтому так важно обустроить для них комфортную городскую среду. А главной оценкой качества проведенных работ станет звонкий детский смех. Александра Столярова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видно этого. Уже около трех лет на территории Ленинского городского округа работает Каширский региональный оператор. Организация занимается вывозом мусора и обслуживанием контейнерных площадок. Последнее время на деятельность оператора поступают многочисленные жалобы. Отходы вывозятся нерегулярно. Баки давно требуют замены. В проблеме попыталась разобраться наш корреспондент Юлия Погасьян. В последнее время это обычное состояние контейнерных площадок в шестом микрорайоне. На два больших многоквартирных дома всего пара баков. Конечно, этого количества не хватает. А все потому, что Каширский региональный оператор, который уполномочен следить за состоянием территории, сломанные баки увозит, а новые взамен не ставит. Естественно, весь этот негативный запах идет в квартиры. Просто невозможно. Из-за отсутствия должного количества баков мусор скапливается очень быстро. Да и вывозит его Каширский региональный оператор нерегулярно. Захламленность, резкий запах. Особенно остро ощущается сейчас, в летний период. Проблема эта не только в шестом микрорайоне, а во всем Ленинском округе. Тема неоднократно поднималась в администрации муниципалитета. Она обсуждается еженедельно на штабе. Но привлечь к ответственности мусоровывозящую организацию пока не получается. Если своевременно менять контейнерные баки, сломанные на нормальные, соблюдать норму вывоза, время вывоза, организовать работу таким образом, чтобы не было перенакоплений на контейнерных площадках, это все будет нормальная работа. Всего лишь нужно соблюдать действия законодательства, не более того. Игнорируют Каширский региональный оператор и предпринимателей, которые, чтобы не пользоваться придомовыми контейнерными площадками, по закону обязаны заключать с организацией собственные договоры на вывоз отходов. Какое-то время назад мы обратились к региональному оператору с просьбой создать договор на вывоз мусора. На сегодняшний день, спустя больше трех месяцев, никакой обратной связи от регионального оператора нет. И договор с нами так никто и не заключил. Поэтому мы сами утилизируем, вывозим мусор, собираем и вывозим мусор своими силами. Еще хуже дела обстоят в жилом комплексе «Май», что в деревне Горки. Здесь регоператор и вовсе не вывозит бытовые отходы. За полтора года существования микрорайона местной управляющей компанией несколько раз приходилось самостоятельно ликвидировать мусорные завалы. Мы связывались и с руководством регионального оператора, направлялись письма в адрес регионального оператора и администрации Ленинского округа. Но постоянно у нас какая-то идет, что да, мы примем меры, да, у вас в следующем месяце начнется, нам дают сроки. Эти сроки ежемесячно увеличиваются, но по сути дел никаких мы не видим. Тем временем оплату за вывоз мусора с жильцов микрорайона Каширский региональный оператор продолжает взимать. Более того, массу вопросов вызывает система начисления платежей. Такая ситуация раньше была у нас в домах второй линии, когда больше года с момента РВА оператор не выставлял счета, но потом в течение следующего года они выставляли нам двойные счета. Это неудобно, потому что тарифы, мы все знаем, что не самые низкие у нас, и так платеж с квартирой получается, но не маленький. А когда ты платишь двойную стоимость, это все-таки идет нагрузка на бюджет, на семейный. Жалобы на добродел не помогают. Регоператор их переводит на управляющие компании. Не хочет организация заботиться и об экологии. На многих контейнерных площадках отсутствуют специализированные баки для утилизации пластика. Жалуются люди и на чистоту площадок. Выход видят только один – менять регионального оператора. Юлия Погасьян, Сергей Ларин, ВиднетВ. Для жильцов дома номер 21 по строительной улице утро понедельника началось с экстренного собрания. На несколько автомобилей, припаркованных у второго подъезда, упало старое дерево. Утро не всегда бывает добрым. Это знают в 21-м доме на строительной улице. В 7 часов жители второго подъезда проснулись не от будильника, а от резка падающего дерева. От удара пострадало 5 автомобилей – один стоящий у подъезда и 4 на парковке. Главной жертвой стала машина Олега Маховикова. Она приняла на себя удар ствола дерева. Но хотя повреждения оказались достаточно сильными, владелец настроен оптимистично. Главное, что ни один человек не пострадал, а машину можно починить, замечает он. Я думаю, наверное, 1100-1200, может быть, где-то вот так вот. Потому что у меня машина приняла весь удар на себя, остальные пострадали поменьше. А мне, конечно, полностью крышу размолотило, лобовое стекло, заднюю дверь. Ну и вообще множественное повреждение крыши. Со временем он думал застраховать, а не успел. Общий ущерб пока оценить невозможно. Тойоте кроной пробило стекло и помяло багажник, а Укеа погнуло крышу. Это лишь немногие дефекты, заметные сейчас невооруженным глазом. Последствия бедствия могут быть более серьезными. В данном случае они уже на руки акты получили о том, что произошло некое стихийное бедствие. Теперь только в судебном порядке, так как у них страховок нет, указка. Вес дерева работники управляющей компании оценили в полтонны. Жители замечают, что в высоту оно достигало пятого этажа. По оставшемуся пню понятно, ствол изнутри гнил давно. Во дворе есть еще несколько деревьев, вызывающих у видновчан опасения. Жильцы надеются, что ситуация не повторится, и от нежеланных соседей оперативно избавятся специальные службы. Александра Столярова, Александр Логинов, Видное ТВ. В Ленинском городском округе стартовала акция «Внимание, дети!», которая проводится ежегодно в преддверии нового учебного года. По статистике в это время резко возрастает число дорожно-транспортных происшествий с участием школьников. За каникулы они успевают отвыкнуть от потоков машин. С 16 августа по 12 сентября на территории муниципалитета сотрудники госавтоинспекции проведут несколько профилактических рейдов. Мероприятия будут проходить на территории Ленинского городского округа. Это маленький пассажир, большая ответственность, засветись. Ребенок пассажир, пешеход и зебра. Особое внимание уделяется детским перевозкам. Все школьные автобусы обязательно проходят техническую диагностику. А с водителями проводится необходимый инструктаж. Первые учебные дни мы посетим учебные учреждения и проведем занятия в классах, будь то школы, либо в учебных группах, будь то детские сады, о правильном поведении на дорогах. Также стоит отметить, что 1 сентября сотрудники ГИБДД будут дежурить возле школ. При необходимости они помогут детям перейти дорогу и напомнят правила поведения на проезжей части не только юным участникам дорожного движения, но и их родителям. Под оглушительный рев мотора в деревне Горки прошли соревнования по автокроссу. Подобные гонки на этой трассе прошли впервые. Тестовые заезды, по мнению участников и организаторов, оказались удачными. За увлекательным действием наблюдала наша съемочная группа. Десятки машин от самых маленьких до мощных болидов в Горках прошел кубок Крамар Мотоспорт по автокроссу, организаторами которого выступили Подмосковная федерация автоспорта, Московская областная организация технических видов спорта, Видновское казачье общество, а также МБУ Дорсервис. Всем удачи на трассах, вам интересной трассы, интересных заездов, успехов, пусть победит сильнейший. География спортсменов широка. Они представляют не только различные города Подмосковья, но и Санкт-Петербург, Ржев, Калугу, Смоленск. Возраст от 5 до 70 лет. Состав сильнейший в числе участников и мало чемпионов. Особенно примечательны соревнования тем, что фактически являются открытием новой трассы в Горках. До этого здесь катались участники гонок на выживание, теперь еще будут проходить и состязания по автокроссу. Эти тестовые заезды оказались удачными. Мнение очень многих наших организаторов, кто здесь присутствует, судей, на данный момент вот эта ваша трасса по качеству покрытия, по удобству и безопасности работы маршалов влаговых, это трасса номер один. То есть вот можете гордиться. Сейчас равных этой трассе нет. Участвуют 8 классов машин, 4 взрослых и столько же детских, от D3 Micro до Super Buggy, который в автокроссе считается королевским классом. На трассу выезжают мощнейшие болиды с нельмитированными моторами, которые разгоняются до сотни за считанные мгновения и буквально летают по дороге. Один из фаворитов гонки – машина под номером 43, за рулем которой вице-чемпион России Денис Окшин. Титуловный спортсмен из Зеленограда уверенно вырвался вперед еще на старте и дальше успешными маневрами только наращивал свое преимущество. До начала заезда мы поинтересовались у спортсменов, в чем же его секрет успеха. Нужно много ездить, нужен очень серьезный накат, опыт и голова на плечах. Шустро едут и маленькие гонщики. Видновчанин Дмитрий Власов к своим пяти годам добился солидных высот. Он уже дважды чемпион Московской области. Стать победителем юный спортсмен хочет и сейчас. Хочу постараться вырисовать. Ну какая твоя машина, расскажи нам. Ну она быстрая, крутая. Как шутят в семье Димы, за рулем своей первой машины он оказался, едва научившись ходить и бегать. В два года. А зам грамотного и быстрого вождения его научил дедушка Константин Колобков, который долгое время выступал за сборную страны по автокроссу. Такая вот спортивная династия из нашего города. Ну это, наверное, уже семейная традиция, потому что у меня племянник со мной с детства ездил. Соответственно, он этим переболел очень сильно. Тоже хотел гоняться, не получилось. Сейчас это передалось на внука. Внук сразу сказал, что я гоняться буду. Пап, давай. Ну а папа как без деда. Дед, давай. Ну вот мы как можем помогаем собирать ему машину. Различные соревнования по автодисциплинам проходят в горках регулярно. Уже в следующее воскресенье здесь пройдут гонки на выживание. Приглашаются все желающие. Вход свободный. Екатерина Коваленко, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. В заключении выпуска информация о погоде. В среду, 18 августа, днем будет малооблачно, местами возможны грозы. Максимальная температура воздуха днем плюс 29 градусов. Ветер южный со скоростью 4 метра в секунду. Ночью столбик термометра опустится до плюс 19. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. И это все новости на сегодня. Но наш телевизионный вечер продолжается прямо сейчас на телеканале Видное ТВ. Художественный фильм «Вечность между нами». Не переключайтесь. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова